Добрый вечер! — Почему-то на Западе даже подозрения в таких делах приводят к отставкам, а у нас тут железная презумпция невиновности. — Я не думаю, что это дело закончено. Скандал будет развиваться. Господину Саудскому, конечно, не стоило бы при его должностях распускать руки. — Ну, конечно, у нас будут требовать доказательств. Вас трогали? Докажите. Докажите, где, когда, почему. — Ну, уже звучат требования вообще лишить аккредитации. — Так это самое правильное, да? — Да. Вот. Ну, я думаю, что и раньше, так сказать, молчание держалось на этих вещах. Оно везде держится на таких вещах. То есть, молчи, а то будет хуже. — Ну, это полезно, я думаю. И несколько дисциплинирует. Дума общества в этом смысле страшное место. Оно, помимо того, что, особенно перед праздниками, оно всегда невыносимо грязное. — В каком смысле? В прямом или в передозном? — Ну, грязное, нет. В прямом. В прямом. В прямом. Потому что народные избранники там, где пьют, там и льют. И вообще тяжелые воспоминания в Государственной Думе в такие дни. Так что ничего удивительного в этой истории нет. А, конечно, немедленно будет гендерный раскол. Он уже виден в социальных сетях. Что такого? Почему? Она сама провоцировала. — Они сами, все трое? — Да, все, все трое, все трое провоцировали всех, причем господина Савуцкого. — Вы сказали, что вы... — Такой, в общем-то, как говорится, не Харви Вайнштейн, в общем-то говоря. Все это банально, но это очень хорошо, что эти вещи становятся просто за чертой. — Вы сказали, что будут какие-то последствия. Понятно, что последствия будут для трех журналистов, для телеканала «Дождь», я в этом не сомневаюсь. А для Слуцкого какие-то будут? — Ну, я думаю, его, я думаю, одернут как там по партийной линии. Вряд ли больше. Тут возникает ведь проблема, кому он подчиняется. Там, по Водину, грубо говоря, или своей партии больше в коей степени. Вот. И я не исключаю, что руководство Думы в какой-то форме, значит, сегодня во время избирательной кампании предпочтет как-то дистанцироваться. — Кстати, наш слушатель Алекс Бокарев спрашивает, Жириновский взял под защиту своего однопартийца. Не отразится ли это на нем, как на кандидате в президент? — Я аж закашлялся от смеха. — В лучшую сторону, мне кажется, отразится, нет? — Да. — Молодец, скажет мужик, взял под защиту. — Жириновский неуязвим с этой стороны. Он как бы рассматривается теми, кто за него голосует, как нарушитель всех норм, правил, приличий. За него голосует как-то неприличного человека. Надо это ясно понимать. И голосование за него — это такой замер количества людей, которые жаждут чего-то аномального, эксцентричного, причем безнаказанно аномального. Он же никогда не бывает наказан. — Но он в этой избирательной кампании как-то тихо выступает. Его не видно и не слышно. — Очень трудно быть тише этой избирательной кампании самой. И еще труднее быть тише главного фаворита этой кампании Владимира Путина. — Главный фаворит не сходит. — Он не сходит, но как бы виртуально. Фактически в этой кампании Путина нет. Есть имя Путина. Это избирательная кампания имени Владимира Путина. А где сам Владимир Путин, это не важно. — Про предуборную кампанию много вопросов. Кстати, про тех, кто ярко выступает. Грудинин спрашивает. Почему власть, сначала допустившая Грудинина в кандидаты, теперь его критикует, испугались реального кандидата? Он опасен, потому что он очень похож на нынешнюю власть, спрашивает наш слушатель. — Грудинина пустили в кампанию специально для того, чтобы немедленно тут же начать его ограничивать. Грудинина пустили с единственной, на самом деле, целью, чтобы после Путина вторым не был Жириновский. Это единственная задача. Другой задачи не было. Кремль не решал вопросы о том, что полезно для КПРФ. — А Собчак? — Собчак — это вторая запланированная интрига кампании, значит, интрига, кренловская интрига кампании. Сама по себе эта интрига не очень яркая. Грудинин — это интрига, связанная с Жириновским, и поэтому важно его держать в рамках. То есть он должен чуть-чуть опережать Жириновского, но ни в коем случае не врываться вперед и не влезать в избирателей Путина. А Собчак — там интрига с приставленным к ней Явлинским, ну и в какой-то степени, может быть, Титовым. И это интрига, связанная с попыткой окончательно, так сказать, урезать либеральный электорат, превратить его во что-то похожее на электорат Горбачева в 90-е годы. То есть как бы нечто неощутимое. Ну, я надеюсь, все-таки, что это не получится. Ну, очень заметные попытки, так сказать, направить Ксению, так сказать, в голову колонны и дать ей какую-то фору. Ну, вот история с табличкой в память Бориса Немцова. Очень хорошо, что эту табличку все же повесят. Ну, в общем, картина для Собчака ведь выглядит несколько даже хуже, чем выглядела до того. Потому что мэрия, которая отказывала всем нагло, она, значит, так же нагло одобрила это с подачей Ксении Собчак. Ну, игра понятна. А те, кто пишет сценарий этой игры, они предполагали такой вариант? Может быть, это было, я думаю даже, что это было в каких-то ранних набросках сценария. Потому что в данном случае речь, конечно, без всякой конспировой, речь идет о сценарии. Избирательная кампания, она всегда имеет начали один или несколько сценариев. Конечно, такая, ну, более не менее очевидная вещь, конечно, предполагалась. Я не знаю, предполагалась ли она самой Ксении Анатольевной. Ну, и что? Ну, пускай будет табличка. Вряд ли это повлияет на чувства, с которыми люди в это воскресенье выйдут на марш памяти Бориса Немцова. А вот кто более прав и более умен из либеральной общественности? Те, кто говорят, ну, замечательно, появилась табличка, мы давно этого добивались, неважно, каким способом мы этого добились. Или те, кто говорят, ах, это Ксения Собчак добилась, вы нас не обманите. Ну, вы знаете, правы ведь и те, и другие, потому что все-таки табличка будет, это хорошо, а это значит, раз она будет, это значит, означает фактически признание властью, что произошло преступление, причем политическое преступление. Такие вещи никогда не являются лишними в нашей стране. А если, конечно, сидеть по уши в этой избирательной кампании и как бы мыслить ее категориями, она, почему, кончится, как говорится, раньше, чем началась скоро, то, конечно, это очень важно. Для тех, кто считает это выборами, для них все-таки очень важно все время доказывать что-то одно, либо что Ксения Анатольевна кандидат, единственный кандидат в президенты, либо что она кремлевская марионетка. Мне кажется, обе версии можно ими пренебречь. Для тех, кто верит, что это выбор. Для тех, да, для тех, кто верит, что это выбор. Это важный момент, мы прервемся на несколько секунд, а затем продолжим. По поводу Немцова у меня еще вопрос. Вот разрешили московские власти марш памяти Немцова, перед этим табличку. А что изменилось? Ведь совсем недавно была такая нервная, совершенно неприкрытая реакция на появление площади Немцова в Вашингтоне, где российское посольство. Что там только не говорили, как там только не реагировали. А где у нас вот эта табличка, акция? Это разные политики, что ли, разные сцены. Нам, в конце концов, здесь важно то, что происходит здесь. Конечно, марш памяти Немцова состоялся бы в любом случае, и это совершенно понятно в властям. Значит, они просто всякий раз немножко проверяют, поддавливают, проверяя. Но, может быть, не будет сопротивления на этот раз. Если бы его не было, то это прекрасно. Но было понятно, что марш состоится. И решили его разрешить. Да, даже при прямом запрещении. Что это все-таки не то же самое, что какие-то протестные митинги какой-то из либеральных или оппозиционных партий. И здесь решили не нарываться. Добавочно, тем более, что задача, так сказать, сейчас убрать со сцены на время выборов Навального и его движения. Поэтому и арестован Волков, поэтому, видимо, скорее всего, получит какие-то сутки, получит Навальный, так, чтобы их просто не было в дни выборов в политическом пространстве. Вот это тоже прозрачная ситуация. А марш будет. И вообще не надо во всем видеть единство курса. Его нет у нас. За все отвечают разные люди. За реакцию на переименование в Вашингтоне? Ну, конечно. Конечно, разные люди. И потом эти люди между собой борются за первенство, за какие-то аппаратные коврижки. И поэтому не надо давать им в руки миф о единстве, могучей и несокрушимой кремлевской власти, которая сама часто не знает, что ей делать. Она, вот смотрите, так потряхивает, аккуратно потряхивает электоральный ящик, чтобы из него случайно не повыскакивали кролики, забытые предыдущими фокусниками. Вот, то немножко грудень выскочит, его обратно, значит, туда. Не лезть сильно. Я думаю, что если Собчак начнет как бы нарушать те конвенции, которых она сама может не знать, вот, да, она тоже, значит, будет как-то как бы ограничена. Ну, вот сейчас будет очень удобный механизм, эти дебаты, так называемые, где темы даже не определяют кандидаты. Почему-то у нас, ну, так единственная страна в мире, где темы определяются, в общем, на совещаниях руководителей телеканалов в Кремле. Вот, и там, наверное, тоже будут предусмотрены какие-то сдержки и противовесы. Собчак не должна выходить за пределы двух, может быть, даже три процента, это уже будет считаться у них очень много. Но ее задача-то больше. Сложно представить себе, что там, какие границы может нарушить Собчак, потому что она озвучивает всю либеральную повестку. Вот иду. Что еще тут можно придумать? Озвучивать ведь это не то же самое, что придерживаться этих принципов. Здесь заметная разница в нашей достаточно жесткой политике. Наказывают не за озвучку. Зазвучку наказывают в провинции людей с перепостами. А у нас наказывают за превращение этих принципов в поведение, в поступок. То есть говорить можно, что хочешь, по большому счету. Так, ну да, так это как бы в каком-то смысле это легализует какие-то темы, которых вы не услышали бы на телевидении. Ну, разве что, значит, сказать, в этих там морзилках, которые там получают специальные деньги за то, что их бьют по морде. Их задача унизить как бы те же самые либеральные позиции. Ну, Сомчак, по крайней мере, не бьют и не выгоняют из студии. Нет, 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 совершенно чути, ее ограждают даже. А у нас из-за меньших бьют, смотрите, как, да? Чрезмерные критики, да. Ну, опять-таки другие, да. Есть там отдельная вот такая какая-то бандитская, криминальные районы, как говорится. Криминальный район Останкино. Вот, туда, в общем, лучше не ходить, а если ходить, то по контракту и за определенные деньги. Ну, тогда ты, значит, уже вносишь перечень ущерба, видов ущерба в контракт. Вот, это же известно, эти бедомости периодически утекают оттуда за каждый удар, оскорбление и так далее. Эти люди бедные получают, ну, они не бедные. Уже не бедные, да. Нет, они совершенно, судя по ведомости, они не бедные. Получают свое. Понимаете, это все такая какая-то, какой-то гениоль театральная, уже бесконечно театрализованная реальность. Но, слава богу, она ведь узкая, вы можете в нее не входить. Вот эта вся эта компания, она же очень ограничена, она в определенных берегах. Она людей волнует меньше, чем зимние Олимпиады. Вот, хотя люди, которые намерены прийти и проголосовать за Путина, они придут и проголосуют за Путина в виде в этом не выборы. Они его не выбирают. С их точки зрения, они не осуществляют выбор между ним и кем-то еще. Это просто важный момент. Они подтверждают, что, да, президент является президентом. Всегда является президентом. Даже в вопросах очень видно, что большинство не за поддержку тех, кто за Путина, не за поддержку его курса, а за прошлое его достижение. За стабильность. Вот, прошлое достижение. То есть это большинство какой-то сладкой ностальгии. Да, мне кажется, что многие еще боятся. Вот, учитывая эту историю в школе уральской, где учительница отчитала семиклассницу за то, что она нарисовала портрет кандидата в президенты, не Путина, а Грудинина, со словами, там, ты сесть хочешь и так далее. Вот что могло побудить учительницу так отчитать ученицу, семикласснику? Учительницы у нас актив избирательной кампании. Они искренне все за Путина до такой степени? Они искренне боятся потерять работу. И это вообще особые несчастные люди часто, потому что даже незаурядные учителя могут быть лишены дела всей своей жизни в один момент. И после этого с ними ничего не будет, просто они уже никогда не будут иметь доступ к ученикам, а это очень болезненно. Поэтому они, понимаете, это такая, у нас вообще не так много страха, как рассказов о страхах. И опять-таки отсутствие выбора. В Москве, там, в смысле работы выбора больше, чем за ее пределы. Люди движутся в каких-то очень узких коридорах, убедив себя, что шаг вправо, шаг влево, и все. — Много вопросов от слушателей по поводу национальной идеи. Должна ли она быть вообще, и какая она должна быть после высказывания Алексея Серебрякова по поводу силы, хамства и так далее. А действительно нужна ли она? И она у нас сейчас какая? Не потерять то, что имеешь? Вот нам тут пишут, главная национальная идея выжить в сложившейся ситуации. — Ну, это вообще свойство нашей нынешней государственности. Она как бы является государством выживающих, выживших. И они держатся за это. Вы знаете, мы все, кто выжил, в общем, рассматриваем себя как вытянувшими счастливый билет. Потому что не всем это удалось. Опять-таки, людей, которые получили очень мало, а их, почему, пропорция людей, которые контролируют активы в стране, и людей, которые не контролируют ничего, она сохраняется 20 лет. Она практически не меняется. Богатеет верхняя группа, вот, себя в шхерах, а остальные нет. И они не хотят терять. Это второй мотив, второй основной мотив. Страх не просто потерять этот уровень, а страх потерять того ответственного, конкретно ответственного человека, с которого можно спросить. У нас ведь ни с кого нельзя спросить. Вот с точки зрения миллионов людей, единственный человек, с которого можно спросить, напомнить, что он обещал, это Путин. Вот. И напомнить, что был обещан какой-то уровень. Уровень падает, но падает мягко, так, что его не, как бы, не предъявишь без экономических знаний. Вот. И вот этот, вот этот ответственный за, как бы, поставки, что ли, в нашу систему, он не имеет альтернативы. А почему таким же ответственным не может быть следующий президент? Не Путин. С ним мы потом спрашиваем. А главное, ну, вы знаете, наш народ ведь знает, что такое пересменка. В момент перехода от одного к другому может быть обнулены все вклады и обязательства. Это особое мнение политолога Глеба Павловского. Давайте про верхнюю группу, как вы сказали. Хорошее название. Мне нравится больше, чем всякие там элиты. Вот это верхняя группа. Миллиардер Олег Дерипаско ушел с постов руководителей Русалы. ИНПлюс. Это что, расследование Навального, кремлевский список, в чем причина? Ну, там были проблемы, связанные с реструктурированием активов. Как известно, они существовали, скорее всего, независимо от расследований Навального. Но невозможно заставить публику не связывать эти события с Настей Рыбкой. И, конечно же, это выглядит, как ее моральная победа, как ни странно звучит. Это словосочетание в данном контексте. Но у нее доказательства были, в отличие от трех журналистов. Да, да, да. И причем она все время проявляет готовность расширить список доказательств, что, наверное, заставляет нервничать, может быть, именно таким образом Дерипаско-то и ускорил процесс выхода из неудачной ситуации. Это ведь действительно влияет как-то. С другой стороны, ну, люди, в конце концов, собственно, вот это, что такое верхняя группа? Это, в конце концов, 200 человек, которые из-за их любви, значит, предаваться извращениям где-то в шхерах на яхте, и, значит, в общем, страна потеряла кучу несколько идеальных конъюнктур за последние 20 лет. То есть мы потеряли блестящие возможности действительно того самого рывка, о котором теперь говорит Путин, когда все ушло в шхеры. В этом-то ведь проблема. Так что я думаю, что это, у меня есть элемент справедливости в этой истории, потому что в нашу ситуацию зашли не мы сами, а нас в нее все-таки, значит, вот, завела эта команда в силу своей даже не столько злонамеренности, сколько тотальной безответственности и уверенности, что они будут выигрывать всегда в любой игре, значит, такой вот странный тип азарта. Азарт, что ли, азарт людей, которые очень рациональны, когда управляют своими активами, вот. Но когда речь касается страны, они как мальчишки, они не хотят нести ответственности ни за что, а должны быть, потому что, в общем, кто контролирует фактически верхушку всех институтов государственных, кто заморозил работу Конституции. Ну, в общем, этот набор товарищей, вы можете его найти, большую часть его в списке Форбса. Беда не в том, что они богатые, а беда в том, что они идиоты. Вот здесь проблема. А сейчас это вот привело вот к этой комедийной точке этих выборов, где выборы без кандидата, выборы, в которых избиратели даже не могут сформулировать, за что они, собственно, будут голосовать там. Если посмотреть исследования социологические, это страшная картина. Они демонстрируют такую путаницу в голове, вот одновременно и желание выпендриться и получать какие-то подтверждения своей силы, при том, что они требуют от власти защиты их слабости. То есть люди, которые признают себя слабыми, одновременно хотят, чтобы весь мир чтил их силу. А одновременно, там, до половины боятся Третьей мировой войны. А чего вы боитесь Третьей мировой войны, значит, сказать, если вы хотите, чтобы вас весь мир боялся. Вот такая вот путаница в голове, она будет распутываться, ну, как известно, русским методом жареного петуха. Вот, кстати, по этому поводу вопрос от Марка из Москвы. С выборами все понятно, пишет он. Какие риски существуют в политике и экономике после выборов? Или все будет так же, ровно и постепенно? Ну, первый риск – это неспособность создать дееспособную исполнительную власть. Потому что мы говорим, как говорил Венедик Терапиев, все говорят, Кремль – Кремль. Что это за Кремль? Вот, а правительства-то нет, понимаете, правительство, которое несет полную политическую ответственность за вертикаль управления страной. Но у нас не было правительства в этом понимании? Нет, так я, я скажу, нет. И дальше не будет? Нет, это не так, это не так. У нас были периоды, когда просто невозможно обрушить вертикаль, просто потому что денег слишком много. Чуть что происходит, раз, значит, отправили дальше он, значит, и все. Значит, это ведь своеобразно, это как вот этот аргентинский героин, значит, когда у тебя в подвале, значит, сказать, 300 кило героина, то, в общем, ты можешь не бояться депрессии. Вот так деньги играли такую роль, вот роль героина, значит, политического у нас. А управления-то не было. Это признается, в общем, всеми, что не построена система управления ни одним процессом. Когда говорят цифровизация, и люди начинают, ответственные за нее люди выходят и начинают объяснять, что это такое, они все говорят разные вещи. Это значит, что нет такого направления реально, а есть мечты, есть вера в очередное чудо. Откуда-то прилетит какой-нибудь, значит, саудовский миллиард, и мы проведем, значит, цифровизацию. Так не бывает. Вот это главная проблема. После выборов из-за проблемы преемника невозможно создать активное, сильное правительство, потому что надо найти сильного премьера и дать ему сформировать самому, сформировать правительство как команду. А сильный премьер это что такое? Его будут рассматривать сразу как преемника. Не как конкурента, но как преемника. А тогда его конкурентами является вот все, вся эта верхняя группа, все шхеры возбудятся. Вот, все яхты поплывут, значит, сказать, на север и будут ожесточенно обсуждать, что им делать. Вот, и поэтому президент побаивается этой ситуации. В конце концов, он один, а их много. А есть шанс, что у нас сменится премьер-министр? Или он останется на своем месте? Нет, шанс есть. А правительство будет меняться? Нет готовности. То есть, что означает сменить премьера, это означает Путину честно отодвинуться от оперативного руководства страны, как это сделал Дерипаска, например. Вот, и передать уважаемому менеджеру, политическому, уважаемому, вызывающему политическое доверие страны, управление, передать исполнительную власть, как и должно по Конституции. В общем-то, эту роль играли в разный период, разные сильные премьеры у нас, и, между прочим, один из них был сам Путин. В период медведевского президентства можно все представить, что было бы, если бы не было еще и тогда зависимое правительство, значит, при тогдашнем президенте. И вот, что надо, поэтому я боюсь, что это не получится, и мы увидим вместо этого каналию рейдерства, который видим, в общем, уже сейчас на дальних подступах борьбу за активы, добавим, за последние активы страны. И это, опять-таки, абсурдная борьба, потому что, ребята, как вы их защитите, как вы их гарантируете, кто вам их гарантирует? Ну, вы, да, отнимите один у другого, хорошо, а дальше, каким образом превратить это в законное выводение? Это ведь не признают нигде на территории земного шара. Вот здесь эта проблема, опять-таки, пропущенный, к сожалению, Кремлем момент, Путин момент, когда надо было просто предоставить, фактически легализовать все активы страны, создать, по крайней мере, эту простую вещь, правовую рамку для частной собственности. Пускай даже несправедливой, но этого не сделали, а теперь уже поздно, теперь уже не дадут. А верхняя группа этого не понимает? Она этого не боится? Ничего не предпринимает, просто сидит и ждет? Это было бы очень интересно послушать, чего они боятся. Вот если каждого одного за другим посадить, я имею в виду в хорошем смысле слова посадить, посадить под камеру. А не в камеру. Вот, да, и, значит, чтобы они расскажут, вот книга, кстати, Петра Авина о Березовском, она показательна в этом смысле, потому что показывает глубину невротичности. Вот, взгляда на мир у людей, от которых ждут вообще крайние рациональности. Ну и что Путину делают среди этих людей? Сейчас они его выберут. Но уже в качестве кого они его выберут? Они его выберут, конечно, в качестве зависимого президента. У нас остается буквально пара минут, и я хочу про Олимпиаду, про допинг поговорить вот в каком разрезе. Завтра начинают соревнования в России для тех спортсменов, которых не пригласили на Олимпиаду. Вот наши слушатели спрашивают, какой сигнал спортсменам, обществу и всем окружающим это несет? Потому что, с одной стороны, мы признаем, что допинг — это плохо, с другой стороны, для тех, кто улечен, мы организуем соревнования. Призовые будут такие же, как за победу в настоящей Олимпиаде. В самом себе ничего плохого в этом нет, люди хоть что-то получат. Но, конечно, для настоящего спортсмена все равно критерии устанавливаются Институтом Олимпиады, а не всеми этими параллельными, значит, какими-то площадками. Вот. И таким образом, конечно, тем не менее, надо, я думаю, поздравить мужчин с 23 февраля и вспомнить, что это одновременно день репрессированной нации чеченцев, который... Рамзин Кадыров, кстати, сегодня вспомнил. Каждый год практически об этом говорит. Он очень правильно признал, потому что никогда Чечня не сможет и не захочет признать Сталина вождем народов. Потому что для чечни Сталин был павачом и сознательным. Он ведь сам разрабатывал все эти правила и сам показал на чеченцев. Это надо, в конце концов, надо извиняться нам не перед Рамзаном Кадыровым, надо извиняться перед чеченским народом. Это было особое мнение Глеба Павловского. Всего вам доброго и до свидания. Продолжение следует...